Возросло количество жертв ракетного удара по торговому центру в Кременчуге. Разбирая завалы здания, спасатели обнаружили еще шесть фрагментов тел погибших. На сегодня жертвами российского обстрела стали уже 19 человек, 26 госпитализированы. Еще более полусотни получили ранения. Разбор завалов продолжается, но и стоит напомнить, российские бомбардировщики 27 июня обстреляли Кременчуг. Крылатые ракеты попали в торговый центр и местный завод дорожных машин. Журналисты-расследователи выяснили, что обстрелы проводили служащие 52-го гвардейского авиационного полка, который дислоцируется в Калужской области России. Для всего мира бомбардировка переполненного людьми торгового центра Кременчуга стала шоком. Мировые лидеры требуют призвать Путина и к ответственности, и в целом предлагают расширить санкции против России. Прямо сейчас с нами на прямой связи Светлана Рыбалко. Это спикер главного управления Государственной службы чрезвычайной ситуации Украины в Полтавской области. Светлана, здравствуйте. Да, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, на каком этапе сейчас разбор завалов? У нас с состоянием на 20.00 разобраны завалы и обломки конструкции ТРЦ «Амстор» на площади 90%. Спасатели сейчас работают уже не в месте эпицентра этого взрыва, немного не передвинулись в другой сектор. Сегодня всего у нас уже 19 человек, тех тел, которых обнаружили уже здесь на площади. И 29 – это фрагментов тел, которые еще полностью экспертизу не прошли. То есть там 8 фрагментов уже прошли экспертизу, 21 находится на экспертизе. Работает всего 151 спасатель, также 32 – это техника, и просто там дежурит и пожарная техника, и специальная техника. Также мы используем тяжелую технику для разбора конструкций. И сейчас уже работа подходит к концу, но мы не можем гарантировать, что мы сегодня ее закончим. Так думаем, что еще одна ночь у нас еще работы, и спасатели работают посменно, мы постоянно находимся на месте. И пока всю работу не проведем, мы отсюда, естественно, не уйдем. Основные задачи сейчас по этой работе, они в чем заключаются? Это просто, скажем так, физически убрать… У нас, да. Просто да, расскажите об этом подробнее. Главная задача полностью разобрать конструкции поврежденные и провести тщательное обследование территории, всей территории по поиску фрагментов тел, тел погибших людей. Мы понимаем всю важность этой работы, потому что родственники ждут этих результатов, и нам нужно это все сделать. Как происходит идентификация останков, фрагментов тел, которые удается извлечь из-под завалов? На место… У нас, если спасатели, ну, натыкаются, например, на человеческие останки, на фрагменты тел, они сразу сообщают об этом национальную полицию, представители сразу приезжают на место, на этом месте работает, в этом секторе работают криминалисты, они забирают эти останки, увозят в следственную лабораторию и уже потом проводят исследования. Наша служба, ну, естественно, они сюда, ну, то есть они не проводят, у нас нет такой лаборатории, полностью за это отвечают над полицией. В таком случае, ну, скажем, понимание дальнейшей судьбы вот этого объекта, есть ли оно сейчас, я не знаю, это к вам ли вопрос, но в целом, как бы, к чему готовят спасатели сейчас именно вот эту территорию? Или пока что таких вопросов не ставят? Разбираем полностью все завалы, полностью от всех конструкций для того, чтобы, ну, найти тела. А так территория, ну, это коммунальные работники, там работает около 400 человек сейчас, 350, это же не только спасатели. Там еще коммунальные службы, они также, ну, они работают в тех местах, где спасатели прошли, и где нет угрозы, в принципе, разрушения конструкций, и они также расчищают, выносят, то есть работают вместе с тандемией с нами, также работают волонтеры на месте, очень-очень большую помощь, они нам дают и полуа, то есть они кормят спасателей и всех, ну, вообще всех, кто задействованы в этих наследках последствий разрушений. Да, Светлана, последний, наверное, вопрос к вам будет, но тут уже не сколько к спикеру госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сколько, знаете, к человеку, к украинке, да. Я знаю, что там есть место, куда приносят цветы, видел фотографии, большое количество этих цветов, какие-то еще вещи. Можете это просто описать? Вы знаете, это большая боль. Вообще, мы в первый день, когда это была инициатива наших психологов, на месте работали психологи, мы, когда первый день шла ликвидация, приходили родственники просто, вы извините меня, приходили родственники на место, и наши психологи с ними работали. И мы потом, на следующий день, наши психологи обозначили место, куда будут приносить цветы, то есть куда люди смогут выразить свою скорботу. Я просто не могу сейчас перевести. Мы прекрасно понимаем, да. Так, да. И сейчас там просто море цветов, и весь Кременчуг идет туда, и все, ну, есть за честь просто людям прийти и отдать дань памяти погибшим, потому что мы понимаем, что мы много людей просто не найдем. Это были просто останки, которые, ну, просто люди, которые пропадут без вести. Светлана, благодарим вас, во-первых, за вашу работу, ту, которую вы делаете, ваши прямые обязанности, и за то, что вы нашли время выйти с нами на связь, и, наверное, за эту честную эмоцию, за это отдельная благодарность. Светлана Рыбалко, спикер госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Украине, в Полтавской области. Вот так сейчас выглядит Кременчуг, и, наверное, не только с точки зрения, знаете, физического или внешнего вида, но и также с точки зрения ощущений. Вы это, я думаю, также увидели каждый в своей стране, кто где смотрит.